Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я вернулась к теме подкормка рассады, потому что у меня вот наступил такой случай, о котором я тоже хочу рассказать вам и поделиться, когда еще в каких случаях необходимо подкормка рассады. Вот сегодня я пришла подкармливать свою рассаду, сейчас вам расскажу каким удобрением и почему. Подкармливаю жидким удобрением ГУМАТ УНИВЕРСАЛ, написано, для рассады. Написано, рекомендовано РАН для природного земледелия, комплексное удобрение. Еще написано, обеспечивает сбалансированное и правильное питание растений в рассадный период, другие подкормки не требуются, ускоряет развитие рассады, повышает ее качество и приживаемость после высадки, защищает растения от стрессов, это пересадка рассады в грунт, перепады температур. Ну там дальше развитие мощной корневой системы, усваивается растениями, все. Но я остановлюсь вот на этом пункте, где написано, защищает растения от стрессов, пересадка в грунт нас не интересует, перепады температур. У меня наступил тот период, когда нужна подкормка именно как поддержка от холодового стресса. Кто смотрел вчерашнее мое видео, тот видел, что днем у нас было 3 градуса, ночью было минус 2, но так как рассада, многое, которое для теплицы у меня выращивается, она уже огромная, дома она не помещается, разрослась, я ее держу уже день и ночь вот здесь в теплице. И так как занести домой у меня уже нет ее возможности, то здесь ей приходится переживать вот этот так называемый холодовой стресс. Ночью за бортом у нас было минус 2, вчера шел снег, снег лежал на земле, даже не таял, я выглядывала утром в 7 утра. В 7 утра была минусовая температура, ясно, что здесь было прохладно, мне даже пришлось включить немного электрообогреватель, ветродуйку, но все равно 10-12 градусов после хорошей, такой комфортной 25-28 градусов температуры для них это стресс. Вот они все там стоят, вы видите, что они большие и занести их уже нет возможности, им осталось всего неделя до высадки, через неделю я их уже понесу в теплицу, и вот их целая-целая вереница, на обложке к этому видео вы увидите мою ночную съемку, что мне пришлось ночью 2 раза выходить, смотреть на градусник, если в крайнем случае было бы холодно, мы бы начали, разбудила бы мужа, начали бы заносить их домой, конечно, но заносить их не стали, все обошлось, но вот стресс все-таки от этого перепада температур растения испытывают, потому что днем вчера было у нас здесь, не помню сколько, но вот сегодня жарко за 20-25-28, ночью опускается до 10-8 градусов, вот этот перепад очень опасен для растений, и чтобы как-то их поддержать, я их подкармливаю. Но вот эта подкормка, еще раз уточню, что делаю подкормку только тем, вот которые сидят сейчас у меня вот здесь в теплице, и которые испытывают этот холодовой стресс, те, которые остались там дома, вы видите, что здесь нет ни одного перца, только томаты, и только те, которые способны вынести вот это понижение температур, подкармливаю только их, и не из-за того, что у них, как я раньше говорила, смотрите по внешнему виду, если там листья бледные или что, внешний вид у них прекрасный, и у тех, которые вот для теплицы, через неделю рассада это будет готово, видите, уже маленький зачаток цветочной кисти, готова она будет, когда вот этот вот бутон выдвинется, будет полностью выдвинут из растения, из верхушки, и тогда я буду его высаживать, сейчас он еще считается как недорожшая рассада, и это хорошая рассада по внешнему виду, и это хорошая, которая для открытого грунта посеяна, видите, как она, она зеленая вся, упругая такая, не вялая, не хилая, очень дружно вся взошла, всходы вообще великолепные, и я ее сейчас подкармливаю не из-за того, что мне не нравится ее внешний вид, или она остановилась в росте, нет, у нее все нормально, есть такой вид подкормок, как просто поддержка, вот во время защиты растения от стресса, поддержка во время вот этих вот холодового стресса, или пересадки в грунт, но сейчас не про пересадку, а про холодовой стресс, каким удобрением лучше подкормить, вот я всегда в рассадном виде подкармливаю только вот такими, жидкими, черными удобрениями, гуминовыми, вот это гумат универсал, удобрение на основе гумат, плюс 7, это азотно-фосфорно-калийное удобрение, как я говорила, НПК, оно полностью удовлетворяет потребность растений в элементах питания, и вот, ну тут опять то же самое, что гарантирует развитие, главное, что здесь содержится весь набор минерального питания микроэлементов, вот все перечислено, и медь, и марганец, и цинк, и молибден, и кобальт, которые очень важны в микроскопических дозах, и бор, и железо, и магний, в сочетании с гуматом, а гумат, это основная часть гумуса почвы, так что, если вот этим дружным малышам, которые густо посеяны, чуть не хватит питания, то они еще подкормят, обогатят почву, но все-таки, основная цель подкормки, это защита от стресса, к чему я сняла вот этот видеоролик, я сейчас сама подкармливаю, просто я забыла о тех, кто может быть еще только начинает выращивать рассаду, и не знает о том, что подкормка не всегда нужна для того, чтобы увеличить размер растения, или сделать его там более таким зеленым, более красивым на вид, нет, подкормка иногда используется как поддержка, как защита от стресса, вот сегодня я подкормлю эти растения, и они у меня снова останутся здесь на ночь, а ночью сегодня у нас будет минус 2, это будет последняя холодная ночь, дальше будут плюсовые температуры ночью, плюс 5, плюс 4, и вот за 2-3 дня там на следующей неделе теплица прогреется, и вот эти вот первые, самые первые посадки, которые были посажены, вот видите, у меня написано 29 января, они уже поедут у меня в теплицу, я высажу их в теплицу, под дуги, под укрывной, и на крайний случай буду следить, там уже их не вынесешь оттуда, буду укрывать дополнительно, все, вы прослушали вот такой небольшой рассказ, о разнообразии подкормок, что не всегда подкормка, это только питание, это еще защита от стресса, до свидания, надеюсь кому-то пригодятся мои вот эти рассказы, все делаю по ходу работы, вот сама начала подкармливать, вспомнила, что возможно не все об этом знают, до свидания, с вами была Ольга Чернова, и мои растения в теплице.